Добрый день всем! Раннее дождливое утро. Дождливое как всегда. Месяц без перерывных дождей. Вот видите, нет ни одного горшка, ни одного контейнера с инжирами. Вот спрятала пока временно вот сюда. От дождя спрятала. То есть это их не их поставили, еще пока не укладка на зиму. Это просто, чтобы не сгнили корни. Вот сюда их поставила. И вот здесь у меня темный уголок. Эти в спячку хочу отправить, поэтому их поставила в темное место. И что сейчас я буду здесь? Извините за бардак. У нас стройка, ремонт в другом доме. Поэтому тут вот все вот так, строительный материал, какие-то там инструменты. Бардак полный. Вот смотрите, мой венгер. То есть это я саженец получила из Англии. Вот там владелица питомница, она жена, агротехника венгера, который из Венгрии привез много сортов. Вот он мягкий, мягкий и коричневый. Сейчас мы его обломаем. Вот он как легко отошел. Конечно, он не набрал свой цвет, каким он должен быть. Он такой коричнево-фиолетовый, я бы сказала. И не набрал вес. Тут совсем, ну, грамм 30 может быть. Ну, это стартер, молодое растение в небольшом горшке. И на следующий год он у меня уйдет в открытый грунт, потому что это морозоустойчивый сорт. Вот. И будет прекрасно себя чувствовать в открытом грунте. И второй венгр у меня, где у меня второй венгр, это сигара сорт. По-моему, я... А, второй венгр у меня на беранде. Вот, тоже уйдет в открытый грунт. Тоже морозоустойчивый сорт. И сейчас на беранде покажу пастилье. Так, вот у меня по центру пастилье. Почему я его показываю, у меня про него спрашивают. Это синоним ров-де-бардо. Вот. Это одноурожайный, довольно крупнофлодный, темный, красный сорт. Очень вкусный. Вот. И у меня было 8 плодиков вот на этом молодом растении. 5 я уже съела. Почему я не показывала его, не снимала видео, потому что цвет плоды не набрали на веранде. Такие, знаете, ну, не характерны для сорта, поэтому не было смысла и показывать. И вот этот плодик у меня тоже дозревает. А вот, я думаю, дня через 4 я его тоже откушаю. Ну, возможно, его покажу. Видите, совсем не набирает цвета. Такие точечки темные появились на нем. И все на этом. Чуть темнее, такой сероватый были предыдущие 5 плодов. В общем, 8 плодов это совсем неплохо для молодого растения. И вот, смотрите, белая Мадейра. Вот, прекрасно себя здесь чувствует под лампой. Вот. И еще какие у меня новинки. Я новую лампу купила мощную. Вот. Значительно мощнее, чем вот эта. Вот. Установила сюда, а маленькую переставила на другой столик. Сейчас покажу. Вот мои совушки вот сюда перебрались. Потому как охранять им уже нечего на участке. И я их от дождя спрятала сюда. Вот у меня еще одна лампа. И здесь засвечиваются черенки. Видите, какие у меня череночки. Вот. С листочками. Конечно, им нужен дополнительный свет. Кое-что вот корешки были в стаканчиках. Посадила сюда. И как бы они засыхают. Такой, на мой взгляд. Развития особого нет. Вот. Ну, пока держу. Кто его знает. Может быть, что-то и вылезет. То есть, есть пик, как говорится, не просят. Пока не такие в черенках. Вот. И вот здесь у меня Маделина двухсезонная. Скоро уберу на зимовку, на частичную. И панаж тоже, извините, тоже за бардак. Только что здесь работала. Так, панаж тоже уберу на зимовку. Поэтому недозвечиваю черную Мадейру тоже. Видите, я ее уже как бы притянила вниз, поставила. Черная Мадейра уйдет на зимовку. И здесь у меня белая Мадейра тоже уйдет зимовая. Вот. И сейчас пойдем разрежем плод венгерский. Так, ну что я скажу. Ну, все-таки он недозревший. Недозревшему, наверное, дня 4 надо было висеть еще на дереве. Хоть он и легко снялся, но мягкость недостаточная. Видите, такой суховатый. Суховатый. Хотя воды было предостаточно с дождями. Сейчас попробую, скажу тогда уже. Да, сладости не хватает. Сочности не хватает. Так что первый блин комом. Вот. Ну, хотя я показал, что плодить будет. Вот. Извините, жую и разговариваю. Так, ну, оценку даже ставить стыдно, потому как это недозревший плод. Ну, вот. Конечно, обойдемся без оценки. Спасибо всем за внимание. До свидания. Приветствую всех снова. Вот. Обещала показать, чем нас угостили в питомнике. Вот, пожалуйста, вот такие три пассифлоры маракуйи. Колумбийский сорт. Они называют колумбина. На сайте у них нет, потому что они выращивают недавно. И, в общем-то, пока такого количества растений нет, чтобы на продажу предлагать. И вот три хурмы. Три хурмы сорт они назвали, но, вы знаете, я не запомнила. Как-то я не обратила внимания. Я не ожидала, что это мне вынесли. Поэтому не сосредоточила внимания. Вот этот мягкий. Вот. И вот такой интересный сорт яблочек. Вот буквально с дерева, можно сказать, сорвали. Поздний сорт. Небольшие яблочки. Вот. Их больше дали. Просто я на тарелку больше не поместилась. Вот. Я в пакете их держала вместе с этой хурмой, чтобы она дозрела. Потому что два. Два еще жестковат. А этот я еще сейчас съем. А вот пассифлору я вот эту разрежу на семена. У меня есть фредерик, маракуйя фредерик. Но что-то она мне ни разу не плодила. Уже ей три года, по-моему. Вот. Кстати, вот на веранде. Вот здесь один кустик стоит. Пячку как бы отправила. А ведь эти, значит, пусть еще немножко полежат, подозревают. Вот я вот этот один съем. А этот, значит, на семена оставлю. Вот. Ну вот такой у меня сегодня солнечный день у нас. На удивление. И покажу подробнее свой рассадник. Это вот Violet Doffin. Черенки уже хорошо растут. Это узбекский желтый. Это DAF. Название полное забыла. Японский сорт. Вот. Это у меня Орегон. Итальянский медовый сорт. Но черенки из Америки пришли, нашли дерево в Америке, в Орегоне. Назвали Орегон проливчик Аннован. Неизвестный. Так, это у меня Blood De Vil. Итальянский сорт от Татьяны. Татьяна, спасибо. Вот пока только, к сожалению, вот этот один пророс. Вот. Остальное оно у меня вот в таком состоянии. Как-то сухие макушки. Вот еще один под пакетиком. Как-то не очень. Не знаю, в чем проблема. Вроде как я опытный человек. Вот тоже Татьяна. Вот начал, слава богу, давать листочек. Это у меня Annovan Black De Vil. Тоже Black De Vil. Так что два у меня Black De Vil будет. Но это не все черенки. Я пока не хвастаюсь тем, что проращиваю. Пусть прорастут сначала. Вот. Ну вот такое добавочное видео к ролику. Спасибо за внимание. Вот такой плодик внутри. Ну вот. На весах 289 грамм. 290 будем считать, да? Вот чтобы убедиться, что там ничего нет. 289 грамм. Вот так.